Девушки отдыхают Посмотрим, хватит ли у нее сил и смелости выдержать все испытания, потому что они удивят не только ее, но и всю Украину. Поехали! Меня зовут Агапова Анна, мне 28 лет. Интимных отношений с мужчинами не было. Все уже замуж повыходили, все счастливы, все у них хорошо, а на меня вообще даже никто не обращает внимания. И так было еще и из школы. У симпатичных и уверенных в себе однолеток всегда были кавалеры. На Аню никто не смотрел. На свое первое в жизни увидение Аня пошла аж в институте на пятом курсе. Он выделялся, кроме всего прочего, еще и стилем одежды. Он всегда модно одевался, с вкусом подобрана. Девушка в всем ему помогала. Писала за кохангу курсови и дипломы. Та верила, что он – ее будущее. Пока не закончилось учение, и хлопец не сказал шокующую правду. Общение со мной он рассматривал лишь как вариант получить хорошую рецензию на диплом, что было сделано с моей помощью. Для меня это вообще было шоком. Мы были абсолютно разными людьми. Он насколько такой яркий, целеустремленный, знающий, чего хочет. И я невзрачная, такая вот серая мышь. Поэтому я даже понимаю его, что он как бы не рассматривал меня как девушку. Больше не было симпатии. Мои все отношения с противоположным полом заменились просто книгами, учебой. Бажанья влаштовывать особенное життя тоже больше не было. Та все изменилось рік тому, когда старшая сестра народила первестка. Аня с удовольствием проводит час с маленькой племеницей. Хочется, чтобы она почувствовала себя и любящей женщиной, и поцелуй того же ребенка ощутила. Даже после того, когда меня не станет, я боюсь, чтобы она не осталась одна. А чтобы найти свою другую половину и создать свою родину, Аня попробовала сменить внешность и постоянно витрачает деньги на новые вещи. Черное платье. Одно из самых любимых. Вещи я покупаю сама, руководствуясь просто своим вкусом. Маечка коричневая, белая, вот такая вот. Мне очень здесь понравилась цветовая гамма. Я захотела менять свой гардероб, чтобы чувствовать на себе восхищенные взгляды мужчин. Та чоловеки не поспешают заводить знакомство с девчиной. И даже коллеги не помечают, когда Аня приходит в обновках на работу. Коллеги комплименты мне не делают, и когда на мой гардероб внимание не обращают. Аня не догадывается, что на работе разговоры о изменении ее гардероба намагаются уникать, чтобы не образить девчину. Анна Викторовна напоминает мне героиню из фильма «Служебный роман». В одежде в ней переважаются серые кольоры, черные кольоры, как серая мишка. Через свою манеру одягаться, Аня выглядит значительно старшую за свой век. А вы знаете, сколько они в Викторовне лет? Ой, господи. Ну, лет 37-38. Она выглядит, как не 28-летняя девочка, а как 40-летняя дама. До того же, Аня еще и поводится так, будто хочет отстолкнуть от себя всех потенциальных кавалерей. Не улыбается никому. Вот мы когда-то поехали на природу, у нас два сотрудника было мужского пола. Вот они старались к ней там и разговор какой-то завести, пошутить. Но она быстренько всех отшилась, у всех пропала охота с ней общаться. Я боюсь отношений с мужчинами. Я не знаю, как себя с ней правильно вести. Вихід знайшовся, коли одного разу вона побачила подказку в улюбленной программе. Я смотрела передачу «Все будет добре». И ведущая произнесла фразу, что на данный момент Роман Медный помогает одной участнице. Он может помочь и вам. Внутренний голос сказал, тебе нужно тогда. Целый месяц Аня не находила себе места в вегане. Та, срештою, наважилася сделать найсміливейший крок в жизни. От правила Роману Медному листа. Я с трудом представляю, какой он у меня должен быть, новый мой стиль. Но мне хотелось бы, чтобы после проекта меня замечали, говорили мне искренние комплименты о том, что я действительно хорошо выглядываю, красиво одета, элегантно. И что самое основное на данный момент для меня, чтобы это было шансовно. Мне непонятно вообще, как должна выглядеть девушка, чтобы за 28 лет на нее никто не обратил внимания. Для того, чтобы оценить масштаби, мне нужно за ней понаблюдать естественные обстановки. Для этого наша снимательная группа установила приховані камеры спостереження. О, это она на работу идет. Цвет пальто. Он ее бледнит. Сапоги в длина, которая визуально делает игру более толстой. Походка уставшей женщины, это сутулость. Понятно, почему на работе ее считают мымрой служебного романа. Потому что юбка прямая серая, кофточка серая. Во всем проявляется вкус немолодой женщины. Такое впечатление, что не только в одежде, у нее вообще в жизни никаких красок. Это, конечно же, будет для меня вызовом, потому что здесь нужно менять не только внешность, но и отношение к себе. И к Ане у меня будет особый подход. Я готов принять этот вызов, но у меня нет уверенности, что Аня сможет дойти до конца. Я хотел, чтобы наша первая встреча с Аней для нее была неожиданностью. Поэтому я позвонил ее маме и узнал, где можно встретить ее дочь. Мама сказала, что через два дня Аня собирается в театр, и актеры театра любезно согласились мне помочь. Аня не подозриет, что просто зараз ей выпадает шанс, про який она мрила. Она может полностью изменить свое життя. На вас ждет еще один сюрприз. Тут за лоштунками стоит симпатичный молодой человек. Спасибо вам большое. Меня зовут Роман Медный. Мне, конечно, безумно приятно выходить на эту сцену после такого замечательного спектакля. Но для кого-то спектакль заканчивается, а для кого-то сегодня начнется новая жизнь. Ко мне ежедневно приходит огромное количество писем от женщин, которые хотят изменить свою жизнь. И сегодня в зале присутствует человек, ради которого я, собственно, вышел на эту сцену. Аня Агапова, это про вас. Когда прозвучало мое имя, я даже несколько секунд не могла поверить, что это было обращение ко мне. Я вас плохо вижу, но я знаю, что вы там. Я здесь. Здравствуйте. Привет. Ты готова к экспериментам? Да, я готова. Ты так уверенно это говоришь, что сегодня шла просто в театр, и тут тебе предлагают ввязаться в авантюру на несколько дней, фактически оторваться от реальной жизни и попробовать, ну, иногда вещи, которые, может быть, тебя смогут смутить. Я вообще сейчас пребываю как будто бы в сказке, и вы, наверное, волшебник тот, который может помочь вообще изменить мою жизнь и воплотиться, наверное, в моей мечте. Тебе не страшно? Страхно. Ты должна при всех пообещать мне, что ты будешь сильной, что ты будешь идти до конца, и даже когда тебе будет страшно и больно, ты не остановишься. Внутренний голос у меня кричал, что да, 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 я хочу принять участие, я хочу быть следующей героиней. Я буду идти до конца. Аня в захвате від зустречі зі своїм кумиром Романа Медна. Та першні стати полноправной учасницею проекту, їй треба ще підписати контракт. Каждый пункт поможет Ане решить одну из её проблем. Если Аня согласится, подпишет контракт и выполнит все его условия, это сильно изменит её жизнь. Ну, Ань, ты меня откровенно удивила. Выскочила на сцену и просто сразу вомут с головой. Я очень просто хочу поменяться. Я хочу изменить свою жизнь и хочу почувствовать себя любимой. Хочу также создать семью. Если ты говоришь, что ты хочешь меняться, то ты, наверное, чем-то в себе недовольна. Чем? Абсолютно всем. Убрала бы нависающее веко, поменяла бы форму носа, уменьшила бы скулы, форму губ изменила бы. Нет, наверное, ни одного качества, которое бы мне в себе нравилось. Вот это вот ощущение недовольства собой. Но когда проснулась? Наверное, с самого детства. Были насмешки от одноклассников. Надо мной тоже в школе издевались. И, в принципе, это, наоборот, помогло формированию характера. Потому что вокруг меня была семья, которая меня во всем поддерживала. Когда говорили родные, что я красивая, я это воспринимала, ну, как просто то, что они меня успокаивают. Ну, я не верила их словам. Аня готова сделать все, что в моей силе для того, чтобы преобразилось. Но для этого нам нужно подписать контракт. Он будет довольно непростым. Я подготовил для Ани особенный контракт. Так, чтобы все пункты ее просто шокировали. Но не для того, чтобы над ней поиздеваться. Ты готова? Я бы хотела с ним ознакомиться. Читай. Контракт заключен между мной Анной Агаповой и стилистом Романом Медным. Согласно контракту, я, Анной Агаповой, обязуюсь выполнить три специальных задания. Первое. Содрать шкуру с мыши. Первый пункт контракта я решила сделать шоковым, чтобы ей такое пришлось пережить, чтобы она эту мышь никогда больше не забыла. И каждый раз, когда она подумает купить серую кофточку или черную юбку, чтобы она вспоминала об этой мыше и отказывалась от покупки. Идем дальше. Следующий пункт. Второе. Сделать пластическую операцию. Ты говорила, что ты очень недовольна своей внешностью и есть, конечно же, радикальные методы. Она считает себя уродиной, но это не так. Пока она не поймет, что проблема не в ее внешности, она не сможет измениться. Давай, переходим к третьему пункту. Третий пункт. Лешить содейственности. Что-то такое... Я не ожидала такого задания. А не придется действительно кое-что сделать в первый раз. То, чего она боится и то, что мешает ей строить отношения с мужчинами. Ну, конечно же, буквально решать содейственность никто их заставлять не станет. Но об этом знаем только мы с вами. Прочитай, что тебя ожидает в том случае, если в какой-то момент ты струсишь. Стилист прекратит работу над моим новым образом, и я вернусь к прежней жизни, так и не изменившись. В случае беспрекословного выполнения всех условий контракта, я получаю подарок от Румы Медного. Кредитную карточку для покупки трехкомплектов одежды и профессиональную фотосессию. И самое важное, что делая этот шаг, ты навсегда расстаешься с собой прежним. Тебе фактически нужно за несколько дней прожить то, от чего ты, как говорится, отстала в течение своей жизни. Так как я живу, дальше, наверное, нельзя. Я соглашаюсь с условиями контракта. Ха-ха-ха-ха-ха. Делаю я в таких случаях. Уйди назад, нет. Начать следуй с формы. От момента подписания контракта и до финала Аня должна будет ходить в специальной форме, чтобы ее старые вещи не мешали изменениям. На первое задание ты уже должна прийти в ней. Держи. Завтра тебе предстоит содрать шкуру с мыши. Я желаю тебе удачи и я в тебя верю. До встречи. Когда я возвращалась домой из театра, мне очень хотелось поделиться своими эмоциями, своими впечатлениями. Привет. Привет. Та рідні Ані по-різному поставилися до ее намерів змінити життя. Когда я открыла контракт, уверенность моя, конечно, исчезла. Процентов, наверное, на 70. Когда я рассказала, что мне пришлось пройти, то Катя с такой насмешкой, ухмылкой это восприняла. Как будто бы, ну что здесь сложного. Первое задание – снять шкуру с мыши. Что там бояться? Второе – сделать пластическую операцию. На каком месте? Просто сделать пластическую операцию. И третье задание – лишиться девственности. Мама! Шок. Шок, конечно. Давно пора выполнить последнее задание. Мне это было, конечно, очень обидно слышать. Я, наоборот, хотела услышать какую-то поддержку от сестры, потому что ее мнение для меня очень важно. Потому что у меня вообще пропадает желание кто-то за них достигать чего-то. Та вперше в жизни, по прикритику сестры, Аня не упустила руки и не отмолвилась от своих намерев. Наступного ранку она таки пришла на встречу с Романом Медным, чтобы выполнить первый пункт контракта. Итак, мы находимся в месте, где ты пройдешь первое испытание. Тебе нужно будет содрать шкуру с мыши. Я снимаю повязку. Мы с тобой находимся в лаборатории. Это серая мышь, которую ты видишь. Это фактически ты. Тебе 28 лет. Ты находишься в том возрасте, когда женщина активна, привлекательна, сексуальна, но при этом своей манерой одеваться, своей манерой поведения ты фактически с человека превратила себя в серую мышь. Мне было обидно слышать от Рома, что я одеваюсь как серая мышь, и неприятно было очень. Это не то задание, после которого ты изменишься, но это то задание, которое покажет, насколько ты готова меняться. Потому что одно дело просто подписать контракт, другое дело действительно начать что-то делать. Понимаешь это? Да. И, соответственно, тебе нужно содрать шкуру с мыши, как символ твоей готовности меняться. Надевай халат. Наденечки. Если я сейчас сделаю какой-то кардинальный шаг, я становлюсь все-таки на месте, продолжится моя та жизнь, которая и была до этого, и ничего в моей жизни не изменится. Я выполню задание. Выполнишь? Да. Камера не может передать то состояние, которое я переживала, и я не знала, правильно ли я поступаю, что соглашаюсь на выполнение этого задания. Давай. Основание хвоста. Готово? Да. Руки, конечно, были холодные, глаза были полны слез, но я все-таки переборола себя и решила выполнять задание. Стоп, Аня, остановись. Тебе не придется никого убивать. Это были, наверное, самые золотые слова за сегодня. Я убедился в твоей решительности и увидел, что ты готова на все ради того, чтобы изменить свою жизнь. Поздравляю. Ты прошла первую часть этого испытания. Ну, мы же в себе, тебе по-прежнему придется убить. Впереди тебя ждет еще вторая часть задания. Готова? Да. Для выполнения второй частини задания Роман Медный напередодни побывал у Ани вдома и конфискувал вещи из ее гардероба. А саму Аню привез до торговельного центра. Аня, я тебя поздравляю. Сейчас начнутся твои преображения. Тогда тебе не пришлось никого убивать, но шкурку серой мышки нам все равно содрать придется. Вчера говорили о твоей внешности, ты отмечала свою внешность как просто один сплошной недостаток. Да. Но я считаю, что главная проблема в том, что твоя одежда способна испортить практически любую женщину, даже очень привлекательную. Я сегодня решил провести эксперимент. После лаборатории уже ожидаешь и готовишься к худшему. И успокаивала, что здесь много людей, и, может быть, ничего страшного, такого происходить не будет. Первый пункт контракта я решила сделать шоковым. Каждый раз, когда она подумает купить серую кофточку или черную юбку, чтобы она вспоминала об этой мыши и отказывалась от покупки. Я хотел бы, чтобы ты немного взглянула на себя со стороны. И в этом мне помогут три моих помощницы. Ужас. Это ужас. Ты где-то уже видела эту одежду. Да, это ужасно. Это все мои вещи. Да, которые я изъял у тебя дома. Теперь ты можешь взглянуть на себя со стороны. Это просто ужас. А я вообще не думала, что все так печально и грустно. Мы спросим у окружающих, что они думают о девушках, которых они видят сейчас в витрине. И для того, чтобы эксперимент был чистым и объективным, я хочу, чтобы вопросы ты задала сама им. Ты будешь представляться как промоутер, работающий в магазине, проводящий исследования относительно новой коллекции. Боже. Я передаю тебе планшет. Добрый день. Можно у вас поинтересоваться? Мы делаем опрос. Да. Это коллекция создана дизайнерами для молодых женщин 25-30 лет. Как вам она? Это как-то грустно не для молодых девушек. Эти девочки молодые, но одеты как будто бабушки. Ну вот больше монашеские юбочки. Я думаю, если девушки были бы лет на 20 старше, я думаю, им бы было как раз самое оно. Маш, не хотела бы так одеваться? Нет. Я не думала, что я насколько плохо одеваюсь и что это насколько добавляет мне возраст. У меня бы не было такой девушки. Ну если вы не хотите замуж, одевайте на свидание. Сто процентов не выйдете замуж. Это была, наверное, одна из самых неприятных фраз, что вообще-то они правы. Наверное, это создавало очень много проблем в моей жизни. Опрос стал для меня следующим испытанием, потому что услышать от прохожих, как они на самом деле оценивают и как воспринимают даже человека в такой одежде, было крайне сложно. Можем выделить три основные ошибки, которые ты допускаешь, которые добавляют возраста. Ну и которые убивают всю женственность, привлекательность и сексуальность. Первое – цветовая гамма очень тяжелая. Черный цвет выбирают многие девушки, которые хотят выглядеть стройнее. Но они всегда забывают, что черный добавляет возраста. Черный подчеркивает абсолютно все недостатки кожи. Мелкие морщинки – все это в черном цвете вылазит. Второе – серый трикотаж, особенно с рюшами, и это скучно, и это бедно. Поэтому от тяжелых темных оттенков мы должны отказаться. Здесь у нас теплый оливковый, который любую девушку превратит в жабку. И даже зеленые глаза он не подчеркнет. И даже светлые волосы тебя не спасут. Понимаешь, о чем я люблю? Поэтому золотая середина – светлые, легкие, женственные, красивые оттенки. Светло-голубой, лиловый, цвет какао. Они будут добавлять легкости, романтики и подчеркивать твою женственность. Вначале мне было очень обидно это все слышать, но в дальнейшем я, конечно, поняла, что мне эти советы даются во благо. Вторая ошибка, которую ты допускаешь – это либо чересчур обтягивающая одежда, либо одежда чересчур свободная. Обрати внимание на блузу справа. Такой тонкий трикотаж подчеркивает живот, делает грудь не очень красивой. И я вспоминаю ту кофточку, в которой ты была вчера, через которую просвечивается лифчик. Это тоже абсолютно не наше решение. Чересчур обтягивающая одежда, она не добавляет сексуальности. Она превращает любую фигуру в сардельку. Ну и, конечно, эти жуткие розочки, валаны, рюши. Особенно в трикотаже всегда смотрятся отвратительно. В принципе, ты можешь допустить себе какой-то рюшек, но если речь идет о легких, струящихся тканях. И третья ошибка, которую ты допускаешь – ты не акцентируешь свои достоинства. Ты еще не Алла Пугачева, тебе не 65 лет. Чересчур свободные варианты, бесформенные, они всегда тоже добавляют возрасту. Ты можешь в своей внешности выделить что-то, что, по твоему мнению, является твоей сильной стороной? Нет, я не могу. Я отправлю девушек переодеться, чтобы показать тебе, как следует одеваться. Хорошо? У тебя красивые ножки, у тебя красивые волосы. Мы будем обращать на это внимание. Итак, обрати внимание на первый образ. Я уже отметил, что главное твое достоинство – это стройный низ. Поэтому немного укороченные брюки в сочетании с обувью на каблуке будут хорошо смотреться. А вот все недостатки вверхом у тебя немножко широковаты плечи. Мы при помощи объемной блузы скрываем. К тому же здесь присутствует V-образный вырез, который у нас немного вытягивает шею. В сочетании с распущенными волосами это будет смотреться эффектно. Второе – здесь у нас платье с короткой широкой юбкой. То, о чем я говорил, мы уравновешиваем верх и низ. При этом носим тоже в сочетании с каблучком и показываем, какие красивые у тебя могут быть ножки. Платье может быть с рукавом. Здесь более романтический образ для свидания, на который ты еще не ходишь, но обязательно будешь ходить. Ну и третье – верх у нас опять же свободный. Мы нарисовали талию и при помощи юбки мы подчеркнули наши ножки. На контрасте с такой широкой юбкой и волнами ноги будут казаться еще более стройными. Если возьмешь еще обувь с заостренным носочком, будет вообще идеально. Девушки в новых образах выглядели намного моложе, намного эффектнее. Мне кажется, тебе все равно что-то гложет внутри. Я считаю, что эти образы не будут на мне так хорошо смотреться, как на моделях, в силу недостатков в фигуре и моей внешности. Мы еще будем работать на твоей самооценке, и нас ждут еще несколько испытаний впереди. Ты помнишь, какое должно быть следующим? Пластическая операция. Ты готова? По опыту первого задания мне очень и очень страшно. ДИВИТЬСЯ ЗАВТРА ДРУГИЙ ПУНКТ КОНТРАКТУ Мы вас запрошуем вперед в операционную комнату. Ань, посмотри на себя. Возможно, ты видишь свое лицо в таком виде в последний раз. Это очень большая травма. Кисткова буквально раскроет лицевый скелет, и под ним его складывает заново, как конструктор. То есть получается, вся вот эта часть, она как бы отрезается, поднимается и под ней режется кость. Подивите на новую Ганну. Привет, YouTube! Подписываемся на наш канал и будете самыми стильными и самыми красивыми.